Человеческий организм тесно связан с ритмами окружающей среды, поэтому восход и заход солнца непосредственно влияют на наши внутренние биоритмы. Процесс просыпания происходит за счет двух механизмов – количество выработанного мелатонина и внутренних часов. Сетчатка в наших глазах имеет светочувствительные клетки, называемые фоторецепторами, которые сообщают мозгу день, сейчас или ночь, и таким образом влияют на наш цикл сна. Когда солнце садится за горизонт, и свет становится менее ярким, в организме вырабатывается гормон сна, что и вызывает сонливость. С рассветом, когда солнечные лучи проникают через сетчатку глаза, в организме вырабатываются гормоны, необходимые для дневного бодрствования, и человек начинает просыпаться. Внутренние часы, у каждого человека свой ритм и свое время, за которое он высыпается. Если человек соблюдает нормальный режим дня, и за дня в день есть определенные часы, когда он ложится, когда встает, то даже без будильника уже внутренние часы нас будут пробуждать именно в то время, которое нам необходимо. В нашей современной суетливой жизни многим приходится бороться с нехваткой сна и нарушением режима, из-за чего процесс пробуждения может быть осложнен. Поэтому при звонке будильника по утрам многие часто нажимают кнопку «отложить», чтобы поспать еще несколько драгоценных минут. Несмотря на то, что так делает каждый второй за Соня, немногие знают о его негативных последствиях. После будильника, конечно, нежелательно. Если это буквально несколько минут и просто полежать, окончательно проснуться, то, конечно, это возможно. Но если уже человек знает, что он глубоко засыпает, и тут ведь глубоко и все равно это 5-10 минут, потом повторный звонок. То есть только человек засыпает и уходит в глубокую стадию, и в этот момент прерывается. То есть опять вот этот цикл нормального сна нарушается, разрушается. И дальше уже встает с тяжелой головой, снижается работоспособность, ощущение, что не выспался. Поэтому, конечно, лучше прозвенел будильник, встать, сразу включить свет, какую-то зарядку, свежий воздух, чтобы окончательно проснуться. Лучше вот так вот просыпаться. Когда мы говорим о режиме сна, стоит учитывать и психологический аспект. Чаще всего под конец дня у большинства возникают усталость и перегрузка дневной активности, что влияет на нашу работоспособность и приводит к состоянию стресса. Так как мы ежедневно находимся в социуме, нам требуется не только физический отдых, но и эмоциональный. Не менее важен и сам процесс пробуждения, от которого зависит наша активность в течение всего дня. Как утверждают психологи, просыпание должно проходить в спокойном режиме, без резких скачков и сигналов будильника, чтобы организм не испытывал стресс, который может сказаться на активности в течение остального дня. Есть такие, которые адаптировались к этим звонкам будильника, принимают это как данность и постепенно начинают просыпаться. Есть такие, которые регулируют громкость будильника. Тем более, главное здесь не громкость, главное, что сигнал услышан и все. Поэтому все здесь индивидуально. Хотелось бы, чтобы если звонит будильник, не было бы такого, когда человек как-то резко возбуждается, вздрагивает, даже пугается. Вот это не совсем хорошо. Если это регулярно будет испуг, если там дети будут пугаться, вот такого резкого звонка, то, конечно же, это может сказаться на психике. Вот поэтому выбирайте тональность вот этого звука, регулируйте громкость в конце концов и в конце концов ожидайте, ожидайте этот звонок, зная, что это ваш друг, который желает того, чтобы вы не опоздали. Сложность при подъеме утрем является распространенным явлением у многих людей и почти не вызывает особого беспокойства. Однако данное состояние может оказать негативное влияние на организм. Поэтому важно следить за режимом сна и бодрствования, чтобы избежать чувства усталости и повысить общую продуктивность в течение дня. Кристина Текина, Александр Кузнецов, Универньюз.